Аплодисменты Несколько слов Естественно, это все касается России То есть нас все взяты Что же происходит на Украине Я не по книжкам читал У меня в 48-58 год Отец команды батальона разведки Будучи замначальника Львовского гарнизона Лазил по этим схронам Убыл керам, выкурил оттуда Фашистских прихностей, рацистов И прочую прочую Чуть не убили два раза Несовестимую жизнь ранее получил, выжил Но 10 лет после Германии И то, что рассказывал мой отец И его друзья, когда забирались Отца нет жилых, друзей его тоже давно Значит, у меня Сформировало какое-то определенное отношение Не к славянам, населяющим Украину А вот к тем, кто сейчас Бучу поднялся Все ребятишки Недобитые отцом И ему подобными Вот то, что мы наблюдаем сейчас на Украине Небезволие и неспособность принять решения Местных властей И, честно говоря, и наших тоже Так что подождем Даже не завтрашнего дня Как будет референдум в Крыму А 25-го Когда будут обсуждаться поправки В Конституции Видят там лодки стоят, да? СССР, Конституции, не трогайте Бред этот собачий Когда нужно, кому-то Поправки любые вносится у нас и везде Вопросы, для чего они нужны Крым сам способен разбить любого Кто к нему порезет Уж не там 70 тысяч разбежавшихся новобранцев Украинской армии Тем более укроза Восточники сидят спокойно Есть друзья Старые Всем, кто знает Помнят Карася Привет Из города Луганска Это я песни его пил Карася здесь Дайте советку Мы этим Он был первым Мы их зовут декабристами И вымпели Он живет давно в Луганске Полковник разведки Значит, ему все виднее Старый, мудрый Но это В общем Бог с ними Поживем и увидим Не надо никуда бросаться И митинговать На улице Глядят, народ митинговать Я думал, что концерт сегодня закроют То есть мы смотрим Тут-тук перекрыт И там перекрыт Черт возьми Спасибо, где с двух А в администрации Никто штурм не берет И никто власть не захватывает Очевидно, потому что Песни не имеют Ни национальности, ни границ Ни политической ориентации И слава тебе Богу, что так ино есть На самом деле Значит, вот я долго думал Первый раз Потому что мне Под жестким натиском нашей администрации Лицея Ольги и Юра Я вот Долго упирался Потому что, не знаю Выдержу, нет Последний Но как, ну Если ты считаешь Что раз в восемь лет Устроил у тебя Аторский вечер Это очень часто Так ты Тогда не дар Я вот подумал Действительно, чего это Тоже в неделю Ухаря Восемь лет назад Происходило Ладно, чтобы время не терять Я скажу Что я так Концепцию 10 раз Менял Вот надо начать про это Надо начать про это И получилось так Что как-то Мне показали Сколько я песен написал Мне укладываются И два концерта Один Афганистан И что было просто Ну никак До сегодня Даже два отделения Не уложатся А вот Что дальше будет Я не знаю Сейчас Посмотрим Что будет сегодня Со мной Ну Поглядим Значит Тем не менее Начать я Хочу с двух песен Которые Между которыми Весь Афганистан Мой и моих товарищей Здесь сидят Даже Юрий Иванович Вижу пришел Иванович Привет, дорогой Кто тебе болит Что не придешь Там Как всегда Что-нибудь случится Такое непредвиденное Вот И Весь Афганский цикл Песен Укладываются Именно две Самую первую Которую я написал В Афганистане Я спою Так Нарушая хронологию И самую последнюю Которую я написал Ну буквально В прошлом году Ну А посредине Все я потом спою Что-что было Посредине Между этими двумя Первая песня Опять-таки Имеет так Отношение К Западной Украине К моему отцу Фронтовой разведчику Он был тогда Майором Гру Значит Ему отзанимался Борьбой с национализмом И прочее Зволочью Там туда Я уже говорил Написано Для его И боевых друзей В 75-м году Эта песня была Батальонная разведка Почему я написал Мне очень нравится Финиш Сит и меч И песня Там прожектор Шарит Осторожно По пригорку И я Ни мелодию Не могу взять Но петь мне Жутко нравился И вот эта Такая вот песня Батальонная разведка Именно там родилась И она Как-то разошлась Наверное Чего-то хорошее Я сделал Разошлась еще Когда я в Афганистане Был Потом я много раз Слышал Как мне по телефону Поют Значит Прям из-под Рабуна Там дизайнник У них В Чечне уже И это хорошо Это здорово Но песня все-таки Считала, что она ауганская Но чести и совести Надо сказать Она нет Но очередно У войны Одно и то же лицо Всегда и всюду И неважно Какая она Хотя со мной Многие пытались спорить Война Это процесс Где одни людей Убивают других людей Это всегда в убийстве Всегда смерт Если ты не умеешь Убивать Ты не солдат Лучше не ходи Лучше иди На скрипке играй Куда-нибудь Вот Учись их Вы же по миру ездишь И здесь вот так Вот всегда И не мы Это придумываем Народы не воюют Друг с другом Вы же знаете Что делить с соседом Только по пятке Мордую рубную бить Мы же потом Завтра выпьем И померимся И опять Вон Левшую Друзья А это вот Политические игрыща Которые Под именем Интернационализм Все арганцы Нахлебались Вот так За рубежами Нашей родины Но та была Последняя зарубежная война Сейчас Но не важно Она не веселая Как там В принте Считать Эта песня Может так кажется Но на самом деле Нет Поют ее на разные лады Видите Я тут послушал Как ее поют Зарайский На земле моих предков Мне стало обидно За себя стыдно И за тех Кто исполняет На 14 февраля Я с дуру пошел Только расстроился А на войне А на войне Мы без дела Скучаем редко Что ни день То снова поиск Снова бой Ты сестричка В медсанбате Не тревожься Бога ради Мы до свадьбы Доживем еще с тобой Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой А если так случится вдруг, тебя навек покинет друг Не осуждай его, война тому виной Тебе наш родный старшина отдаст медали и ордена В разведке, заработанные мной Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война, мы все наденем ордена Гульбою сядемся за дружеским столом И помним тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил И чашу полный товарищем нальем И мы припомним, как бывало, над шагами без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка, мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Аплодисменты Аплодисменты Он действительно как-то... Ну все афганцы знают ветераны Сначала-то были, да, сны тревожные, там, с покинами И убитые граждане Но память у стран человеческих таким образом Что горе много не выносит Автоматически, иначе умрешь Автоматически скрывают какие-то там... Работают какие-то там пограничные зоны И постепенно это забывается Но не все Для меня в Афганистане вот горы Где мы с друзьями, там и многие из вас тоже, в Афганске, воевали А вот иногда теперь, много лет спустя, смотришь на все по-другому На причины войны, на то, что мы там делали Что они так сделали, к чему вышли Начинаешь понимать, ну вот горы, они вечные Они вот там стоят, и мы со всей своей возней в Афганистане Вот совершенно не горы Вообще ни нас не видно, чем мы там делаем Ни нас не видно, ни дух не видно, ничего Вот нас там нет, а горы как стоят, так стоят Очень красивые горы Вот это называется горы в белом снегу Я почти позабыл и бои, и походы Только вот от чего-то забыть не могу Как стоят подпирая небесные своды Горы в белом снегу Как стоят подпирая небесные своды Горы в белом снегу Мы карабкались вверх, как на исповеди к Богу Не прощая грехов ни себе, ни врагу И глядели на нас молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками лежит на вершинах Где ни трог не сыскать ни проезжих дорог Недоступен ни танкам, ни бронемашинам Только стертым подошвам солдатских сапог Недоступен ни танкам, ни бронемашинам Только стертым подошвам солдатских сапог А потом загорелись огнем перевалы И от взрывов трещала броня ледников И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов Я потом побродил по морям и по сушам И в другой стороне на чужом берегу Вспоминал почему-то хребты гендукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Вспоминал почему-то хребты гендукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду, Эти горы в снегу, эти горы в снегу. Тогда она никак не называлась, а операция называлась «Каскад». Массовые силовые операции в Афганистане, диверсионно-разведанные под названием «Каскад», исполняли мы с нашими ребятами. Мы в четвертом «Каскаде», вот мои товарищи по четвертому «Каскаду», последний, самый мощный «Каскад», который год там пробыл в Афганистане. И эта песня, во-первых, как все очень начиналось, хотя до этого я должен, мне кажется, я помню песню, но я потом помню, как мы туда собираемся, для чего мы туда ехали. Эта песня написана даже долгистым офицером ВВС, он здесь сегодня присутствует, назвать его не будем, полностью расшифровать, потому что, наверное, он этого не хочет. Там из нырясь нет, улыбается Юрий Иванович, его тоже называть не будем, но песня его тоже есть, дальше будет. Это писали мы на точке в городе Файзабани, Бадахшан, сейчас в крупнейшем мире центр выпивной торговли, оттуда все идет куда-то, а мы этого старались не допустить, пока там стояли и пытались с этим бороться. А как только ушли, так вот теперь этот город, и вся Бадахшанская долина процветает, Маковая долина, там опил, чего угодно. Но это уже не мы, это вопрос к пиндосам, почему они, ну, к американцам, почему они все там развили. Они всегда не появятся, все, наркотики, что в Китае, что в Вьетнаме, что в Тайбате. Первым делал транспортное сообщение, и генералы там, для сержантов гонят наркотики этих регионов. Даже из-за чего пьем удрались гнать туда. Ну, это их не дело. Лучше бы их принакрыть там всех сразу вместе с пиндосами, потому что трафик идет через север. Вот через границу на Санкт-Петербурге, потом, ну, а таратиники знают, что это дело. Куда-куда и откуда идут наркотики. Обидно, что зря мы там простояли и маной этих наркотиков ликвидировали. Не важно. Ну, команда называлась, операция называлась «Каскад». Нас всех, соответственно, очень секретно, как на все званцы, знали, что это каскадеры. Это давало право летать куда надо, на любую авиацию, на любых самолетах, на вертолетах. Он сказал, что есть каскад, чего привезли. О, пошли. Правый командующий ВДВ, там, в том же Игорь Сухоруков, когда мы с отцом к нему пришли попросить, чтобы наши ребята не мучились там, где сами потулы, прыжки обязательно, чтобы прыгали, он начал кричать ногами, топать. А они фронтовые друзья с моим отцом были. Эти каскадеры споили мне всех десантников. Какие десантки у нас было? Потому что их не было, десантников там никаких. И кто кого спаивают на войне, да чтобы не пить, да такого не бывает, ребята. Это все лучше, чем наркотики курить. С ума сойдешь или сдохнешь там будет, от болезни будет неизвестным. Поэтому, естественно, пили. Ну, а в этом позднее, там, письмо Пашу и Задычку будет там все сказано. Вот такая песня, одна из первых. Удивление вызывал не только природа, но и то, чему там неожиданно появились. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами хану и дух-тар, А над крышами солярный югар. За дувалами хану и дух-тар, А над крышами солярный югар. И шаги орут с утра до темна, Им с мечети подвывает мола. И звоняются весь день рафики, Товарищи, от базара и до кокчей реки. И звоняются весь день рафики, От базара и до кокчей реки. Здесь, не ведая тревог и забот, В чайхане чай гоняет народ. Обсуждая целый день, что почем, А душманы вроде им нипочем. Обсуждая целый день, что почем, А душманы вроде им нипочем. А эти что, за чучелов паранже? Двух валов гоняет вдоль помеже. Ах, эта женщина авганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А у дугайщика посмаческий вид, Ободрать тебя любой норовит. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Ох, слава богу, БТР, нет, Автоматы заржавели давно, Про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу, До Майдана как-нибудь доведу. Не будьте с Майданом, это аэропорт. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Ох, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханул и дух тар, А над крышами солярный угар. ПЕСНЯ Такая песня. 860-й наш замечательный героический полк, Который был и к Арминдесам, и другом, и братом, И прикрывать должен был нас в случае, Если на нас нападут, мы за 10 кг не стояли, Но командир был бестолковый, Не говорить про этот момент, а артель нят. который отказался нас в случае чего эвакуировать и только вертолетчики с нашими друзьями сказали ребята не бойтесь поднимаем эскадрилью, в улицу певленосами, вас вытаскиваем атоме и все там пусть как хотят это был, называется план обороны виллы на случай атаки а армия но тем не менее пол героический, почему? потому что как тяжело он выходил и как сражался в горах, наверное, только мы а так вообще-то ну это можно об этом прочитать и перевалы валили и колонны валили второй батальон такой почти двухметрового роста комбат майор, Слава Масловский вызвали альбинос он там белый как снег пылью запорошенной один глаз голубой, другой карий и позывная у меня был восход прикрывали в вертолётчике а колонны, страшное дело на этих колоннах до тридцати процентов личного состава грунтехники гибли в засадах и на минных полях ну вот эта вот песня о колонне будет отдельная песня а эта песня о тех, кто прикрывал колонну одна из первых, поэтому не обессудьте там некогда было придумать мелодию, что-то новое изобретатель, любимая вода любимушек песен моего люди вешают поэт, а я взрослый в Высоцкую и на тот же мотив, только из другой не скутеры хотя горы те же а мальчик здесь горы вершины и солнечный сной и медленно по серпантину колонна ползёт опять засада, а ну держись дешевле копейки стоит жизнь и только случай решает кому повезёт опять засада, а ну держись дешевле копейки стоит жизнь Не только случай решает, кому повезет Будет под пулями броня, пытается смерть Нет, это сделал, ставь Виноват, я пропустил, я, по-моему А, нет, нет, все правильно Будет под пулями броня, пытается смерть достать тебя Ты ей не раз, мне два глаза глядел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и вой душман И землю пробили десятки огенных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и вой душман И землю пробили десятки огенных стрел Над нами знакомый робот в уши бьет Над нами боевой вертолет А ногтик, мы посмотрим, что возьмет Пускай это летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Пускай это летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Я тоже выручу не раз Тебя, как ты сегодня раз И выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, так на войне Здесь дружба ценится в дровине А потому за дружбу второй стакан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. Она называлась «Саратовская» вирическая, но ее перенимала. Вроде та же, содержание другое. В краю незнакома, далеко от дома, цепляясь, заставы плывут обмога. Не точат веками гранитные камни, здесь мутными водами кокч река. Не точат веками гранитные камни, здесь мутными водами кокч река. Горья Памиром, где Банды Басиром, Где город с названием простым Файзабад, Где сам губернатор, почти провокатор, Где год коротает четвертый каскад, Где сам губернатор, почти провокатор, Где год коротает четвертый каскад. С койками рядом стоят автоматы, Смотрят на горы стволы БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, А письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, А письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, и редкие газеты, И транспорт, и единственный здесь вертолет. А ночью ракеты и трассеры где-то Терзают на части чужой небосвод. А ночью ракеты и трассеры где-то Терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры желгара, на склонах отары, На озеро шиво бредет караван. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты, И тянет с дуканом гашишный дурман. Здесь рвутся снаряды, летают гранаты, И тянет с дуканом гашишный дурман. Вспомним, ребята, как жили когда-то Под лампочки тусклый слепой огонек, Как жили, виновели, да, но не только что делали, Как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Поселек. Как жили, виновели, как в горы ходили, Где наш нас прикрывал миномет. Поселек, и может, когда-то, пускай без награды, Домой мы вернёмся к подругам своим, И встретимся снова у дома второго, В площади Сержинского домтого, А может быть, у проходной турнии, 101-й диверсионной подвершковой, И встретимся снова у дома второго, А может быть, у проходной турнии, Кто нам предскажет, когда нам прикажут Опять собираться в чужую страну, И парни с каскада возьмут автоматы, И мир, защищая, уйдут на войну. И парни с каскада возьмут автоматы, И мир, защищая, уйдут на войну. Аплодисменты Перевал Шохрон, мол, он же был такой, там шахты лазуритовые, лазурит это камушек, вот тут, да, 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 вот он вот этот самый, лазурит, чисто лазурит стоил, да, 3000 долларов в килограмм, там добывали под присмотром французских советников, на горячках с салазками, как у нас на революции, добывали местные, там, практически пленные или взятые в рабство, там, эти граждане, жители Афганистана, вывозили, тащили в Пакистан, продавали, покупали оружие и снабжали этим оружием банки на территории Афганистана, это была важная задача, поставленная командами 40-го армии, пресечь все это дело, и действительно пресекли, значит, этой операции, это май, конец мая, июнь 82-го года, десантура погнала и в Панчерское ущелье туда, всех в сторону Пакистана, и стали ходить до перевала, на перевале, этом стоял, вот, такой профессиональный, душуманский отряд, под командой полковника Голдот, который, по слухам, проходил обучение в одной нашей казине, давным-давно было, а теперь командовал отец, формулу, значит, полевую, но вышибла десантура его оттуда, с этого перевала, взяли, долго там стояли, лазуритом, который там добыли, замостили в 860-м полку, 4 на 4 площадку перед штабом, и каждый день, нет, полковник, нет, принимал доклады, нет, лазуритель, а офицеры, солдаты, то пепельницы из них делал, то еще, то драгоценный камень, 3 тысячи долларов в певрюре, ну а тут, пожалуйста, вот, не буду называть, были замечательные идеи вообще, вот, один из наших офицеров написал написку ЦК, предлагая тем лазуритом облицовать одну из новых станций московского метро, хорошая идея, замечательная была, ну там вверху решили, что не надо, поэтому через месяц-полтора приехал проверяющий по вооружению, столько вот, а это шо, если он такой, собрал все 4 мешка и увез куда-то там, вот только вот себе, там, в генерал-майор, там, ну вот, говорит, когда-то множеком, у нас всегда был, как-то, как и мумию, сколько хочешь, это мумиевый лазуритель из-за пудры этого края, значит, вот, я знаю, как выграешь песню, сначала веселую песню споюсь, это о том, как все происходило там, ну, она, эээ, ну, неважно, там все сказано, там все вроде так достойно, нет, я вспомню, только, может, начало, ну ладно, начало веселую песню, А еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи, Афганов, вашу мать! Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгановать! Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгановать! Нас рассвет застает запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато, лазурита, Пакистану не видать, Пакистан твою Афгановать! И, вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим забой по кусочку лазурита, Но чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твою авганомат. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Эх, лазурит твою авганомат. А лазурит? Ну это... Это же написано в Афганистане было. В это время событий. Потом, между заездами в Афганистан, там три раза был, Первый раз в долгий год, второй там по месяцу, на выводе, мы с 8-9 год, там уже как по-другому на все на это смочи, не так весело все это кажется. Называется он... Перевал Короман-Ужон. Короман-Ужон был, это Корона просто. Перевал Короман-Ужон, нищий на карте мира, На двухсотке он пунктиром тонким, да. Только птицам виден он, Кто, что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевалы Короман-Ужон, Лазуритовые шахты, Караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Короман-Ужон, Здесь веками тихо-тихо Облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, Мы познали много больше, Ведь оценивая заново свою. Что, судя бы, бывает нить, Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Что, судя бы, бывает нить, Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, Были звезды на погонах, Но ни этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, На камнях Карамун-Жонас, Только в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, На камнях Карамун-Жонас, Только в памяти невылеченных ран. Переван Карамун-Жонас, Нищена координирован, На двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, Что уходят лихо крыло Зимовать на запретельный Батистан. Только птицам виден он, что уходит в литка крыла Силовать на запредельный Пагестан Это здорово, когда не вспоминаешь, что ты делаешь Лучше получается Это письма Письма из Афганистана, их несколько было написано Там 1, 2, 3 Опять же написано в силу нет наше пребывание Мы все писали письма домой Потому что я пила письма так редко Идут, ты редко мне пишешь Неправда, вот там моя спорта сидит Это я всего 6 письм писал, Жай А мне тоже шли как Это я писал редко И мы все редко писали Да потому что не до этого Письма в пистолетном жанре общаться Когда месяц туда, месяц обратно Да и не о чем писать, это нельзя Эта цену уберет все равно Так что эта песня Нет, некоторые были домой отправки Некоторых нет Вот это письмо первое Потому что мы через армию отправляли наши письма Через тоже 860-й полк И они приходили когда-то и надпись на нем Обратно туда Письмо поступило в поврежденном виде Ладно, там почтными мешками открываешь А там грубо замазано фломастерные какие-то слова Там название, все вот это В поврежденном виде Скажи им как в оперативной части Передистрация идет армейская Потому что дурачкам кажется там Особистам младшим братьям по разуму Там вот в полку Они же знаете Что вот нельзя писать ябл Я в первое главное управление А не третий Ты какой имеешь право? Меня Я хозяин-бойзопад Вот Трое А не ты, не я Как писал Василий Васильевич Нет Оно негде больше послать Ни на кого же спецпочтей возить Вот там по нашей Связи туда отправили Тут быстрее Ну ладно, бог с ним Пусть Мы особо не старались пугать наших любимых А то вот У нас еще третий друг Вот не покажет Куб Он такое письмо послал Звуховое С одним из наших Беременной жене своей В Москве Что сам тот привез Отвез, рассказал И сам же его роддом Отвез До срочной Приехал Все правда Выложил Ну вот Поэтому Начал собственно писать У меня получил письмо Ответ От жены У меня дети были маленькие Они у меня 76-го года рождения Они мне Жена пишет Что один Просит ему патронов кучу привезти А другой семьи Смотрите Какая-то Земля У меня станет привезти Вот Так что Каюсь Я редко писал Да и всем Как бы там Ну Че писать Так вот Это называется Письмо первое Но это письмо Без указаний Без ничего Оно посвящается Всем Кто нас Любил и ждал Если бы могли Каждый из нас Написать Вот И послать Все было Понятно И больше Письмо Не потребовалось Но Называется Оно Этот мир Без тебя Этот мир Без тебя Просто голые Скалы От палящего Солнца Не спрятаться В тем Здесь Душманские Буры Сперебуют Перевалы И в тревожных Рассветах Рождается День Здесь Душманские Буры Сперебут Перевалы И в тревожных Рассветах Рождается День Этот мир Без тебя Перечеркнут Ракеты И погибшим Друзья Не закончился И в тревожных Измерена Жизнь Пулеменную Лентой Караванной Тропою И чем-то Ищет Здесь Измерена Жизнь Пулеменную Лентой Караванной Тропою И чем-то Ищет Этот мир Без тебя После рейдов Усталость Ненаписанных Писер Скупые Слова Здесь В сердцах Уживаются Ярость И жалость И по-прежнему В душах Надежда Жила Здесь В сердцах Уживаются Ярость И жалость И по-прежнему В душах Надежда Жила Этот мир Без тебя И изменен И вечен Мир Нежданных Разлук И случайных Встреч Здесь Ремни Автоматов Врезаются В плечи И звучит Иностранная Странная Речь Здесь Ремни Автоматов Врезаются В плечи И звучит Иностранная Странная Речь Этот Мир Без тебя Он Расколот Войною Эх Выстрелов Скачет По склонам Крутым Этот Мир Без тебя Все же Полон Тобою И становишься Ближе Далекая Далекая Этот Мир Без тебя Все же Полон Тобою Становишься Ближе Далекая Тобою Вернемся Опять К 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 как фиг начиналась. Жалобные песни каскадера по будовой ситуации, в какую он попал, и о том, что то, что он должен был делать, чему так долго учить, тут делать невозможно, потому что сплошь предатели, и надо к этому все привыкать, и чтобы не попасться на крючок всем этим ребятишкам. Вот такая песня. И на ностальгии, как вот Юрий Назонов, на ностальгии каскадера. Кому-то коньячок и осетринка, и пиво запотевшего бокала в речке Кокчин водится маринка. Кослявер рыбы в жизни не едал, а в речке Кокчин водится маринка. Кослявер рыбы в жизни не едал. А где-то рано утром после пьянки Домой плетется интеллектуал, а в фейзобаде Водятся фаланги Я тварь ядовитей не встречал, а в фейзобаде Водятся фаланги Я тварь ядовитей не встречал А где-то кто-то женщин обнимает И это им не стоит ничего, а в фейзобаде По ночам стреляю и пули пролетаю сквозь окно А в фейзобаде по ночам стреляю и пули пролетаю сквозь окно Пускай пешком и даже без патронов А я в союз бы с радостью ушел Но в подокшане водятся шпионы Которых я пока что не нашел Но в подокшане водятся шпионы Которых я пока что не нашел И теперь уж точно не найду А почему эти шпионы И нас отправляют сюда А почему не помощник, заместитель председателя Ну начальник первоглавного управления разведки Советской Крючкову передал Что если мы поем кулку иностранного шпиона То лично он гарантирует героя Советского Союза И хоть китайского, любого, но иностранного Нужно будет для конференции, чтобы показать Как из спецслужбы иностранные вмешиваются в Беларунистан То он, генерал Крючков, Герой Советского Союза Сел льготы и благи, которые полагаются И сначала мы ловили там все что-то шустрее Или какие-то Всех вас бьешь, что приходят У вас есть иностранцы в Бандии? Нет, нет, нет Показать фотографии где-то такое Но нам потом одумались Хотя нам перед отправкой сказали Имейте в виду, если вас поймают 100 тысяч долларов за вас, скажешь, всего-то Герой Советского Союза потемлен Что там долго? Какие доллары в Советском Союзе? А вот герой за наши головы Но, слава богу, никто никого не поймал Никто ни герой не получил Ни 100 тысяч получил И бросили мы это дело И стали заниматься тем, чем мы умели Значит, вот Поэтому Которых я теперь уж не найду Когда пришел приказ Шифрован Бросить его, Храклович, Шпиленов А мы сообщили об одном Что вот один даже Бандит готов был его продать Он был на строительном Банди Но пока решали вопрос там Оттуда 10 тысяч долларов просил как раз За то, чтобы стать там англичанами Напросили здесь Патрахами Но пока решали В Москве приходят 10 тысяч долларов Платили прям Представляете, какая цена На подкупу президента 10 тысяч Вот хватило Вот так с головой Прям уже там Ну и никто не Пока он ушел Из себя благополучно Погиб не дождался Наших денег И вместе с этим ушел Ну такие там тоже Рутинная работа Там конъюнктуры всякие Пока до Москвы дойдет Потом репт почешут Решать Давайте 10 тысяч долларов Это сейчас надо думать Когда ты банку даешь 10 миллиардов Там Добр Надо думать А стоите Ну давайте Не вернемся Бутов Или Украины Там тоже Там уж там Майдан Там уже там Три миллиарда И все Ну не важно А тут У нас за каждую Копейку бились Несмотря на высший Политический интерес Не вы Я там вышел Дальше поехали Значит Нашли Нашли До знаменательной песни Замечательная Я ее ряд купил Потому что Авторство слов Не мое А нашего друга ВВС Но там все написано Очень четко И правильно Она не была Прослушали Как написано В Василии А там О нашем Житие-бытье Ну Как мы собирались Оттуда попали В эту фрезовацию Давать группу Вот Василий Василий Прикидывает Что я слышу Че Слыш Ну Вот Спою Он по прессу Чего Автор слов Значит Бычий глаз Легендарный Ресторанчик В городе Балаших Назывался он Правда Не Бычий глаз А Радуга По-моему Но Да Но с легкой руки Значит И косовцев Еще раньше Потом Видите там Афганг 101 Все Что это такое Бычий глаз То и чего Испанский Назовал его Охо Дель Торо Да Что португаль Очень Дель Торо Что переводит Бычий глаз Когда мы Четвертый каскад Вернулся Из этого Самого Часть рядом Наш секрет Находится И все В ресторан Отбегали В ресторан Три месяца Держал Переходящий Красный Знамя Роспищедург Или этот самым Ресторан Редак Рублей Редак Зато Чеков Полно Чеки Успели И чеки Официантка Весочка Вот знаете 50 чек Спел Карман Положил Все Чеки Выкинули Раз Парень Гриша Светофор Влетает Там Все Затихли А в сценке Под стол Забили И отбился Раз Трот Таки Местный шпагат Не сорвался В эти моменты Или покидал Сразу А потом Через забор И опять В счастье И спит До утра До подъема Пиво Надо попить Чего просто На лыжах Полезно пиво На коробке Но не важно Значит Вот если Вспомним Мы того Ревучий глаз Адам Море Из шампанского Ведьма Прелестных дам Вспомнишь Как весной Этой Удивили нас Надо В дыр В дыр И таков Приказ Наш Каскад Четвертый Парни На подбор Автомат Потертый Гранат На набор Землю Афганскую Отстаем В боях Зацветут Цветочки На душмановских Костях Все Забрались Да Василий Васильевич Как там Нормально Научили нас Всему Научили нас Всему Научили нас Всему Научили нас Всему Где же как Подмазать Где ПМ Родной Относить И Ковгоры Лазарь А еще Что пить и есть Чтоб не заболеть И где садиться В БТР Чтоб не сгореть Сделать так Чтоб душман Ночью Не проснулся И заверь К ЦРУ К нам Переметнулся Как работать С Сарандой Как Контач И на целый Год И на целый год Послали В город Файзабад Город справа Город слева Слева На вершине Снег лежит А в долине Лечь Речки Кокча Файзабад Стоит Нет здесь Памятников Древних Новых Не найдешь Но Дуканов Целый город Всех Не обойдешь Все торгуют Всем торгуют Былым Шрилом Убьем Купишь Все В любой валюте Хочешь Ночью Хочешь Жнем Дукандор Агент Гульдотов Хадь вся Его родня Он Хозяин Файзабада А не ты Не я Весь Пропавший От Гершиша А в Кармане А наша Но Они Ночью На Дороге Ставят Мину И Лежа Улыбается Зараза Издаля Кричит Сам Чуть Стемнеет На Дорогу Гости Строит Нам Но Пусть Трясется Толстый Мерег Женщик Прячет Гущи Сада Не помогут Ни деньжищ Не уйти Ему Пожалуй От Погущих Рук Каскада Не помогут Ни Держищ Ни Племя Ни Хада Голь Приложит Кулачище Парень Из Каскада Кулачище Умин Здоровый Поскольку Капитан Вся Спорт Волг Брат И Брат А Я Умин Сет Очень Полезный Рук Я Повечил Малень Корот Поступление Разводили Ни Ему Жен Выплатить За Поломку Боевой Техники Все Части Не Получилось Она Мудая Офицер Стала Плачить За Основника Повечил Ну вот Песня Такая У Ивановича Значит Не могу Войти У Ивановича И у Василия Васильевича День рождения В один День И вот Только Мы там Приехали День рождения Подарить Нечего Но События На следующее Утром В основном Происходило Когда Я Что-то Не дописал Конечно Но Суть Вроде Хватил Значит На следующий День День рождения Двух Наших Думан Складем Отчего У нас Василий Не на шутку Занимок Бронен Бетон Осинен Ну все Осинь Просто Вот Кончилось И больше Выдержать Не смог Не встает К обеду Только Просит Пить А у Гани Нету Но нету Еще К чай Юличи Он Вчера У БТРа Отломил КПВТ Объясняет Для Примера Что Такое Каратэ И Вдруг Соседини Крыши Начали Стрелять А это Просто Вышел Юра Погулять И Вдруг Соседини Крыши Начали Стрелять А это Просто Вышел Юра Погулять И Мне Ребята Говорили Вася Тебе Риф Риф Поплес Не Кошел А Хребничные Про Семят Ничего Написал Ты Что Не Помнишь Что Ты Так Вытворял Вот Потому Что Не Помни Не Написать Не Написал Поэтому Ну Что Делать За Рубежом У нас Солдаты 20 лет Далее от Ройда Чего Знаете Тысяч Километров Боевые Пограничники У нас Охраняли У нас Троих Офицеров Охраняли Пограничники И 20 лет Он Всполнял С Афганистан Мы Конечно Там Все Громоспирск Набивали Все Кроме Тех Кто Дежурил Стоял На Крыш Шедел Потом На Агент Азов Поднял Полка Написал Донос Что Мы Там Споем Солдат Своих Пятый Десят А Вот Сука Этот Агент Оказался Подлецом Редиска Короче Написал Особисту Особиста Он Предъявляет И Потом Не буду Рассказывать То есть Я был Даним Первым Моя Особист Потом Плакал И кричал За что Вы Меня Стукачем Назвали Ну Капитан Ну Есть Стукач Но Потом Помирились Некоторое Время Ото же Дело Сделали В общем Все Так Дальше Так Эта песня Посвящена Всем Боевым Водителям Амганистана Кто По этим Излитым Минами Дорогам Карабкаясь На перевалах Палащинах Крутил Баранку Камазом Зелом 131 Батаверов И прочей Военной Техники Которые В Амганистане На сегодняшний День Осталось Очень много Вот Склоны Перевалов Там И Сыпанной Машин Хотя Американцы Приказали Как только Вошли В Амганистан Собрать Всю технику И огромный Вот Ездили У нас Ребята В Кабуле Огромный Под Кабулом Вот Поле Заставленное Сожженными Танками БТР Машинами Ну А Которые Вырежки Кокчи Валяются Там На колоннах Их никто Доставать Конечно Не стал Тащить Кабул Сдавать Разобрали Все Что можно Сняли А уж Тяжелые Корпуса Никак И они Так Лежат И лежат Прорывшие Но Лежавые Значит Это водителям Всем водителям Всем Кто крутил Баранку На колоннах Выглядит Знает Что это Такое Когда Горит Наливник Редко Кому Солдат Удается Выброс А эта песня Посвящена Всем водителям В лице Сергея Кузнецова Который Атор Исполнитель Многих Песен Я его знаю Очень хорошо Давно Мы вместе Были В группе Шуравита Один человек Нас было Сначала И сейчас Иногда Он был Водителем В Венистане Если кто Увидит В голубом Белете Или в черном И когда Моделами Служил И одел Замечатель На свое Дело Крытья Баранку Перевалы Мощины Под колесами Мины Как затравленный Дышит Мотор Раскаленные Ветры И ползут Километры Между серых Пылающих Гор Раскаленные Ветры И ползут Километры Между серых Пылающих Гор Под колесами Камень Не шути С тормозами Ты ведь Все же КамАЗ А не танк Раньше В этой Кабине Едил Пашка Вершинин Да не Выпустил Пашку Заланг Раньше В этой Кабине Едил Пашка Вершинин Да не Выпустил Пашку Заланг Я Я Настолько С тобою Не носила Войною Мой пропавший Соляркой Собрат На восток По востоку Мы мотаем Дорогу На израненной Пулями Скат На восток По востоку Мы мотаем Дорогу На израненной Пулями Скат Мы в любых Переделках Не дорожали В коленках Следили Отчаянный Риск Нет Ни бога Ни черта Только Сдави Таорту Промелькнувший В пыли Обелис Нет Ни бога Ни черта Только Сдави Таорту Промелькнувший В пыли Обелис Вон Затем Ни поворотом Непонятное Что-то Стегануло По скалам Картечь Но Небо И дай Родимый Нам Еще Для Любимой Надо Жизнь И Надежду Зберечь Нас Не Вы Дай Родимый Нам Еще Для Любимой Надо Жизни И Надежду Сберечь Нас Святами Встретали Нас Угасами Рвали Было Дела Хребнули Чудес Ковыляет Бетонка То Гордец То Зеленка То Зеленка То Снова Гордец Ковыляет Бетонка То Гордец То Зеленка То Зеленка Т Снова Гордец Перевалы Лощины, то засады, то мины Словно загнанный дышит мотор Раскалённые ветры И ползут километры Среди алганских стреляющих гор Раскалённые ветры И ползут километры Среди алганских стреляющих гор Как бы я ни писал, мне автоматом за этом Там много песен про всех написано у меня Но такую песню Она передела, как человек тело не хотел Потому что старую любимую песню Мною моего отца она песню называет Песенка фронтового шофера Еще стоит большой Великой Отечественной войны Но она настолько подходила к Афганистану Вот этим колоннам И водителям-то я ее взял Чуть-чуть передел Ни мелодии, ни мотивы, даже припев Ну вот я ее просто пою Она коротенькая Так что дополнение к той, что я спел Водителям Через перевалы и долины Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль покорным склорам От Кундуза и на Файзопад Их путь дороги Афганистана Не страшны нам засады душманов Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь до Файзопада, между прочим Был друзья нелегок и не скор Ни кемлицем Наши песни будут невдомек Но не позабудем Если живы будем Мы афганских выжженных дорог Эх путь дороги Афганистана Не страшны нам засады душманов Ведь помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Ты ook не мог... Не все, о сколько там... Переварить, да Переварить, передевları Переварить Десять Переварить Перекурт Переварить, да Перекурт, да Перекурт, то есть перекурт weetут Сколько перекурт Столько, да